Ежегодно накануне учебного года Амурский Центр социальной помощи с семьей и детям проводит благотворительную акцию «Помоги собраться в школу» для детей, которые воспитываются в семьях, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Об этом более подробно в следующем материале. К данной акции присоединились депутаты Амурского района, депутат Законодательной думы Хабаровского края Виктор Федореев, жители Амурска и района, некоторые предприниматели города, сотрудники компании «Полиметалл», а также сами работники Центра социальной помощи семье и детям. Совместными силами неравнодушных собираются школьные принадлежности, канцелярские товары, ранцы. Эти подарки достанутся ребятам из социального приюта. Здесь находятся пять детей, которые в этом году пойдут в первый класс, а также детям-инвалидам, которые нуждаются в помощи. Всего в этом году 30 первоклассников, которым будут вручены подарки. Все 30 первоклассников, которые есть в числах категорий наших получателей услуг, все сегодня получили вот эти ранцы со школьными принадлежностями. Для детей социального сопровождения семьи вручались подарки на дому в течение прошлой недели. Многие из них находятся в поселке Эльбан, Известковом и других поселениях района. Эти канцелярские товары высокого качества. То есть можно купить дешевые, можно купить средние цены, можно дорогие купить. Вот у нас были средняя и дорогая цена. Почему? Потому что вручая такого качества товары, наверное, детям, они вселяют надежду в этих детей, что мир прекрасен, мир необыкновенно красив, разнообразен и добр. Также в учреждении появилась новая традиция. Это проведение праздника «Здравствуй, школа» для получателей социальных услуг. В связи с тем, что в этом году особые условия проведения этих мероприятий и массовые мероприятия запрещены, поэтому всех наших получателей мы разделили на множество групп. И в каждой группе нашли то, чем особенным будет отличаться этот праздник. В отделении социальной реабилитации прошло мероприятие, где ребята пели песни, рассказывали стихотворения, а также провели уроки с перерывом на перемены, где они выполняли различные задания. Это были уроки русского языка, математики и другие. А потом первокласснику вручили ранец со школьными принадлежностями. Тебе сегодня сделали подарки. Какие подарки тебе сделали? Четвертку и портфель. Портфель. Тебе подарки понравились? Да. Понравились. Скажи, пожалуйста, а тебе хочется идти в школу? Ты что-то знаешь о школе? Эм, нет. Вообще ничего не знаешь? А что делают в школе, не знаешь? Пишут буквы. Пишут буквы. Что еще? Шифры. Так, цифры. То есть учатся, да? Угу. Тебе хочется учиться? Да. Чтобы быть в 10 классе. Я хочу природу изучать. В Доме молодежи также прошло игровое концертное мероприятие для детей-инвалидов. Ребятам провели мастер-класс по рисованию, лепили фигуры из пластилина, провели различные подвижные игры, загадывали загадки. На празднике присутствовало 7 первоклашек и еще одного ребенка поздравили на дому после мероприятия. Им также подарили школьные рюкзаки и другие принадлежности, которые им понадобятся на уроках.